Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу об уходе за орхидеями. За теми орхидеями, которые я покупаю в обычных сетевых магазинах, такие как Оби, Ашан, Леруа Мерлен, в интернет-магазине, в группах различных, в социальных сетях, цветущие орхидеи. Речь идет, конечно же, об уходе за взрослыми цветущими орхидеями, которые я покупаю либо по интернету, либо в сетевых магазинах. Эти орхидеи попадают ко мне домой и какие-то я пересаживаю сразу, потрошу корневую систему, чищу, делаю какие-то обработки и дальнейшие процедуры. Об этом огромное количество видео на нашем канале есть. А о тех орхидеях, которые я покупаю, оставляю их. И они могут у меня ждать пересадки как и месяц, как и три месяца, как и полгода, и даже год и более. Таких примеров немало на нашем канале. Орхидеи, которые мы после того, как покупили в магазине цветущие, она цветла у нас бесконечно. Мы ждали, ждали, ждали и там через год ее пересадили. И вот такие орхидеи у нас тоже имеются. И вот сегодня видео вот с такого необычного ракурса, по той причине, что просто я хотел найти место, чтобы все орхидеи, ну точнее не все, а большая часть, а здесь вот именно два десятка орхидеи, были в одном кадре. Да, ну вот рядом со мной попадали в кадр. Здесь вот сейчас, ну здесь 18 орхидеи стоит, а у меня их там, ну чуть больше 20 орхидеи, которые в разное время. Какие-то год назад, какие-то полгода назад, какие-то месяц и более времени назад мы купили вместе с вами в сетевых магазинах, делая обзоры. А какие-то я просто покупал цветущие в интернет-магазине. И мы вместе с вами делали распаковки, распаковки этих посылок, смотрели и такие похвостушки. И вот эти орхидеи перед вашими глазами ждут своей пересадки. Не пересаживаю я не по каким-то там умыслам, а просто потому что, а, не хватает времени, б, просто жалко орхидею потрошить. Она хорошо себя чувствует, с ней все хорошо. И вот как раз таки нередко мне задают вопросы, Георгий, расскажи подробно, как ты ухаживаешь за орхидеями, которые вот купил в магазине. И не пересаживаешь, она хорошая, а у нас немало видео есть обзоров орхидеи из магазинов. И я именно снимаю видео, показываю, на что я обращаю внимание, какие я бы купил орхидеи, какие бы я бы не стал покупать орхидеи. И вот как раз таки я нередко акцентирую на те моменты, на которые стоит обратить, чтобы орхидею, например, не покупать или купить, и ее сразу нужно пересаживать. И вот здесь вот сейчас орхидеи, которые не пересажены, еще год назад куплены и вот растут в магазинных грунтах и неплохо себя чувствуют. Ну вот сейчас у нас продолжает цвести орхидея, несколько недель назад мы ее с вами купили из одного, в одном обзоре я делал, это албуфера пескара бабочка орхидея. Мы ждем, пока она отсветет, но у нее и с корнями все хорошо. И вот любую из этих, если орхидеи взять, любую, вот например, это что у нас за орхидея такая? А, Аладдин, друзья, это орхидея, которую мы вместе с вами купили, ну я уже не помню, либо в начале 2020 года, либо в конце 2019 года, делая обзор в магазине. И вот в таком она сейчас состоянии, уже успела нарастить листик, у нее уже вовсю растут корни и у меня просто банально не хватает времени на то, чтобы собраться и на очередной этап растущей луны пересадить и эту орхидею и все, которые вы сейчас видите. Ну, я сейчас возьму камеру, переключу экранчик и по каждой орхидеечке пройду и в процессе того, как я буду вам показывать эти орхидеи, я расскажу, как я ухаживаю, чтобы у каждой, кстати, из этих орхидей, наверное, у 99% это точно, имеется торфяной кокосовый стаканчик под основанием. И вот я расскажу, как я ухаживаю за этими орхидеями, какой полив осуществляю, а именно сейчас, вот они у меня как раз несколько часов назад, я их полил. И сливая воду из кашпо у меня и появилось желание снять видео, потому что я вспомнил как раз-таки вопрос, в котором одна из, да не одна из зрительниц, а много зрителей просили рассказать об уходе. И вот я как раз пользуюсь случаем, потому что снимал с полок, со стеллажей эти орхидеи, ну и думаю, раз уж я все равно их ковыряю, их снимаю, с полок шевелю, то заодно вот и сниму видео на эту тему. Ну, давайте я переключу видео, не видео, а камеру и все дело расскажу подробно и покажу. Так, итак, вот они все наши красотки, вот панорамную камеру включу, вот так вот, здесь видно, здесь посчитать, здесь 18 штук. Ну, начнем с верхних, что ли, начнем сверху, наверху стоят у нас орхидеи, так, это что у нас за орхидея? Это орхидея Брион, недавно куплена в интернет-магазине, кстати, здесь половина, наверное, да нет, не половина, а треть, треть орхидеи, нет, не треть, четверть, четверть орхидеи, которые я покупал цветущими в магазине. И, ну, конечно же, покупая в интернет-магазине, ну, не представляется возможным выбрать орхидею в таком хорошем состоянии, чтобы купить ее, принести домой, и она цвела бы несколько месяцев и ждала бы спокойненько своей очереди до пересадки, и с ней было бы все хорошо. Хорошо, но в интернете приходит то, что приходит, и вот из тех, которые пришли мне по интернет-магазину, ну, вот здесь вот экземпляры, они более-менее хорошие, ждут своей участи, ну, а те, которые в плохом состоянии или в таком, знаете, пограничном, мы вместе с вами вместе дербаним их, потрошим корни и ставим либо на доращивание корней, либо сразу пересаживаем, и они нас радуют своим ростом. Ну, вот эти орхидеечки, они у нас более-менее в хорошем состоянии, корневая здесь вся просвечивается, корней достаточно много, вопросов не возникает по корневой системе, и вполне, не вполне возможно, а, естественно, у каждой из этих орхидей, вот одной рукой не могу вытащить, еще и камень у меня там лежит, вот, у каждой из этих орхидей под основанием имеется, имеется, так, сейчас я уберу, кашпо подальше, вот так вот, да, у каждой из этих орхидей под основанием имеется торфяной стаканчик, и вот, раз уж речь зашла о поливе, сразу расскажу, как я эти орхидеи поливаю, то есть, эти орхидеи я, ну, поливаю методом замачивания, но замачивание, вот она в кашпо стоит, орхидея, да, вот так вот, я наливаю сверху воду, если у орхидеи вот такие вот открытые корни, то поливаю по этим корням, чтобы верхние корни, они смочились, если у орхидеи нету корней сверху, вот, как у этой орхидеи, видите, это уже у нее выросли, это уже у нее выросли, это кто у нас, это Аладдин, у него не было корней сверху, я просто по краю горшка наливал в кашпо воду, так, чтобы вода поднялась внутренний горшок, внутренний горшок, в котором растет сама орхидея, на палец буквально, вот, вот на эту часть, видите, вот на эту часть, вот так вот закрыла вода корни нижние, нижние, это как раз та часть, которая является выемкой, видите, вот этой вот выемкой, вот, мизинцем показываю, выемкой, и вода получается, она вот в этой выемке и корни в этой выемке, то есть, она сама по себе, вода не подымается вверх по грунту, она подымается, вода по корням, и оставляю орхидеи, вот такие вот цветущие, большие, взрослые, буквально, ну, не на 5, не на 10 минут, а, знаете, прям, наверное, ну, по-разному, где-то в зависимости от корневой системы, если, вот, корни у нас, ну, мало корней, мало корней, то, чтобы вот грунт напитался достаточно, там, 30 минут, да, 30 минут, а там, где у нас, вот, такие вот большие пучки корней, посмотрите, чтобы все напитались эти корни, я где-то на час оставляю, друзья, на час, а если вода у меня впитывается быстренько, я еще подливаю воду, чтобы полностью корни набрали в себя влаги, то есть, вот так вот, когда вода подымается именно по корням, это хорошо, а когда, и можно час держать, я час держу, минут 45, вот так вот час, а если мало корней, вот, сейчас я покажу вам, вот эту вот орхидею, это у нас орхидея, орхидея, которую мы в магазине купили, орхидею, у нас вон, птичка, птичка, Митя ловит птичку, а птичка не видит, потому что у нас окно, окно у нас зеркальное с той стороны, вот, Митюша, что, тебе птичка прилетела, что, не поймал, заяц, не поймал, вот такие, кстати, у меня суккуленты, кактусы, заняли некоторые мои емкости, так, ладно, не будем отвлекаться, и вот, когда, вот, у меня, вот, в таком грунте, да, где корней мало, и есть какие-то такие, знаете, очень такой слежавшийся грунт, то, конечно же, здесь вода у меня буквально, там, 10-15, ну, до 30 минут находится внизу на сантиметр, лишь чтобы, вот, успеть до середины пропитаться, и чтобы выше не поднялась, почему, потому что выше нежелательно, потому что там у нас кокосово-торфяный спрессованный горшочек под основанием, да, орхидеи, и если он периодически намокает, сам-то по себе он, друзья, этот горшочек, он кокосово-торфяной, и он очень-очень долго разлагается, то есть он практически, ну, не гниет, но основание и корни, которые в этом горшочке находятся у орхидеи, при постоянной мокроте и плохому доступу в него воздух, а воздух сюда может не проходить, потому что сами видите, какая плотность корней, какая плотность засадки выросших корней, туда, в этот внутрь, прям сам этот торфяной стаканчик может не проходить воздух, и поэтому очень часто у новичков, кстати, вон грибок, видите, вырос грибок внутри горшка, и это очень-очень хорошо, это неплохо, друзья, эти грибки ничего плохого не несут, это наоборот говорит о том, что в горшке происходит таинство переработки питательных веществ, и корни получают питательные вещества от разлагаемых грибками вот этих вот органических веществ, коры, торфа там, кокосово, с чего еще там грунт состоит, в общем, это наоборот хорошо, друзья. И вот корни могут загнивать, основание у орхидеи может загнивать, хотя при всех видимых, вот, казалось бы, там, хорошая орхидея, все растет, корни, все зашибись, а потом раз и вдруг начинает гнить, вроде бы все хорошо за ней ухаживали, вот видите, торфяной стаканчик, вот он, прям под основанием, но он сейчас открытый, потому что орхидея по почте пришла, и почта ее просто, ну, распотрошила так эту орхидею, что, мама, не горюй, весь грунт у нее высыпался, и вот как раз вот эту вот орхидею я поливаю, именно сверху проливая корни, не попадая вот на этот торфяной горшочек, да, но он, кстати, ничего страшного, когда он открытый, если попадает, он быстро просохнет, хуже просыхает, когда внутри, в корнях, он весь корнями оплетен, еще и сверху грунт, тогда да, и вот, вот эти корни я обливаю водой, все хорошо, вода стекает на сантиметр, и держу воду на сантиметре в течение, там, 45 до часу, чтобы корни все позеленели, как шланги, как насосы в себя втянули воду, и вот после этого я тогда сливаю, вот как раз сейчас вы видите все эти орхидеи, они, я воду слил, и у всех, посмотрите, у всех прям корни сочные, напитавшиеся водой, но у меня, кстати, всего пару орхидей не в кашпо, но не хватает на всех кашпо, вот такие вот, видите, корни, и вот продолжу мысль, что когда процесс гниения происходит внутри, в этом торфяном горшочке, стаканчике, да, и эта гниль, она идет через центр, начинают листья желтеть от основания, начинает отпадать, и гниль проходит через всю, через все основание, аж до точки роста, друзья, и спасти такую орхидею не представляет возможным, то есть очень-очень-очень трудно, большинство их, конечно, погибает, поэтому, чтобы торфяной стаканчик был сухой под основанием, или хотя бы просто немножко влажная поверхность у этого горшочка, я и поливаю именно вот таким методом, то есть вдоль стеночки проливаю, если нету корней сверху, вдоль стеночки так, чтобы водичка вот на корешки, которые у стеночек находятся, налилась на дно, и перекрыла вот на палец толщиной высоты низ горшка, все, и вот она у меня стоит, напитывается, все это дело, напитывается, и все, потом сливаю, и уже, как и остальные другие орхидеи, жду, пока эти орхидеи не начнут, не начнут серебрить корни, как бы нету определенного графика, что вот я поливаю орхидеи один раз в неделю, или один раз там в 10 дней, нет, ни в коем случае, все по обстоятельствам, все по корням, все по просушке грунта, все по подсыхающим корешкам, почему, потому что когда жарко, солнечно, вода быстрее испаряется, когда прохладно, пасмурно, вода дольше стоит, поэтому, чтобы не перелить, чтобы не началось гниение от мокроты, я, естественно, поливаю именно по мере просыхания корней и грунта, вот, кстати, сейчас вы видите орхидеи, которые мы купили несколько месяцев назад, за неделю до 8 марта, помните, это 6 мини, миди и мульти орхидеи, среди которых была орхидея, по-моему, вот она, это орхидея или нет, ну, какая-то вот, или вот эта вот орхидея, это, по-моему, вот эта, да, которая была похожа на мини-кота, мини-кота, друзья, и вот все эти орхидеи, они я не пересаживал, они все так и находятся у меня, вот в этих вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все находятся в своих горшочках, ждут своей очереди, и все, вы видите, они начали выпускать цветочки, точнее, не цветочки, а листики из точки роста, видите, все начинают расти, у всех начался процесс наращивания корней, вот он, и вот я все-таки надеюсь, что в ближайшее время я найду время и пересажу, и вот все эти орхидеи я поливаю именно вот таким образом, что касается местонахождения этих орхидей, где они у меня находятся, полив, друзья, это самое-самое важное, потому что от полива именно зависит будущее орхидеи, можно пересушить, пересушить корни орхидеям, и при очередном следующем поливе, если мы долго будем сушить, в процессе сушки помрет виламин, и когда мы зальем воду, виламин уже не будет рабочим, он наберет в себя воду, и, естественно, он уже мертвый, начнет отгнивать, гнить от мокроты, на это гниение начнут сползаться различные насекомые, питающиеся, разлагающие органикой, на этих насекомых придут другие насекомые, которые хищники, как панцирный клещ, на этих хищников начнут за ними охотиться, разносить бактерии и грибок по растению, растение начнет терять с отмершими корнями, начнет терять иммунитет, естественно, ослабленное растение привлекает огромное количество других насекомых, сокососущих уже, это трипсы, мучнистый червец, это щитовка, да, то есть еще другие различные клещи, и понеслось, поехало, поэтому от полива, от полива много-много что зависит, второе, наверное, это наличие освещения, освещение у всех этих орхидей, какие-то стоят на подоконниках, ну, сейчас в последнее время я убрал все с подоконников, потому что, ну, закупил достаточное количество стеллажей, стеллажи снабжены у меня дополнительным освещением, но если нету дополнительного освещения, то, конечно же, орхидеи должны стоять на окнах, не рядом, а на окнах, потому что на окне достаточно освещения, чтобы орхидея нормально себя, ну, чувствовала, неважно, какие-то окна, восточные, северные или западные, если это южные, то, конечно, нужно притенять, чтобы прямых лучей солнца не было, чтобы не пожгло листья этим орхидеям, потому что прямые солнечные лучи не нужны гибридным фаленопсисам, да и вообще, на самом деле, мало орхидей, которым полезны прямые солнечные лучи, большинство из них, ну, как бы, не нужно, запрещено прямые солнечные лучи, вот такая вот, знаете, полутень, и этого освещения будет достаточно, то есть свет должен быть постоянно орхидеям, это залог того, что при поливе, полив орхидеи, у них будет, освещение попадает на листья, листья дают команду корням качать воду, то есть идет круговорот, происходит процесс фотосинтеза. И на третьем месте это, конечно же, температурный режим, друзья, температурный режим, это в первую очередь для того, чтобы, ну, во-первых, полный цикл фотосинтеза происходил, а второе, главное, это то, что при меняющемся температурном режиме, точнее, с разницей температуры в несколько градусов между днем и ночью, именно происходит закладка растения к цветению, то есть при перепаде температур происходит хорошее цветение у орхидеи, то есть когда в течение года орхидея живет постоянно в таком режиме, что днем теплее, ночью прохладнее, орхидея обязательно будет цвести, потому что меня иногда спрашивают, вопросы задают, задают, вот у нас как бы все, орхидея растит корни, орхидея растит листья, но орхидея может быть и растит, но если нет перепада температур, она может наращивать зеленую массу, но не будет цвести, потому что перепад в две недели гарантированно, две-три недели перепад температуры между днем и ночью в шесть, в четыре, там, в пять, в восемь градусов, дает гарантированно закладку, толчок к тому, что орхидея начинает цвести, это вот прям вот железобетонно, там, где одна и та же температура, один и тот же режим орхидеи может годами не цвести, хотя фалинопсисы, кстати, они могут переходить на разные фотосинтезы, но об этом уже не для новичков, а об этом уже более такой, знаете, профессиональный уровень о разных типах фотосинтеза у орхидеи, а именно вот, например, вот на примере гибридных фалинопсисов. В общем, друзья, вот такой вот уход за орхидеями, и вот здесь вы видите орхидеи, купленные как год назад, какая у меня тут год назад, я смотрел в прошлом году, я ее покупал, и она до сих пор стоит, цветет, но в основном, конечно, здесь все орхидеи, которые мы по нескольку месяцев назад... А, вот, по-моему, у нас кто это? Это кто-то у нас, друзья, кто-то вспомнил. В прошлом году у меня, я купил фронтеру, по-моему, в июле, или в июле... Вот она, на нее смотрю и не вижу. Фронтера, друзья. Купил в июле или в августе прошлого года, и вот она до сих пор у нас, вон она растет. Смотрите, какие листья шикарные. Вот она. Вот хороший пример того, что орхидеи могут спокойненько расти, и с торфяным стаканчиком под основанием, и все у них нормально. Так, вот этот вот у меня поливал ее, в воду попал кусок коры. Вот, смотрите, даже какая кора здесь, но это я выкину. Вот, друзья, вот в таком вот состоянии орхидеи, посмотрите. И все, все спокойненько растут, и цветут, и наращивают и листики, и корешки. Так, ну, если, значит, по подкормке. Вот, когда после магазина покупаю орхидеи, те, которые цветут, я их не подкармливаю. А начинаю кормить орхидеи именно те, которые уже отцвели. Вот отцвела орхидея, все, я ее кормлю. А пока орхидеи цветут, я их не цвету. Ой, не цвету, не подкармливаю. Вот, могу подкармливать орхидеи, которые уже отцвели до их следующего уже домашнего цветения и в процессе цветения. Ну, об этом я уже снимал видео, что могу подкармливать. Но доза будет в 2, там, в 3, а то и в 4 раза меньше. Но продолжаю подкармливать для пышности цветения. Еще, значит, смотрите, вопросы задают, почему мы видим у тебя на полках орхидеи с отцветчими цветоносами, и ты их не обрезаешь. Это же неэстетично, некрасиво. Согласен, друзья, но не обрезаю это я у тех орхидей, которые ждут своей пересадки. И те орхидеи, которые по большинству новенькие, да, чтобы запомнить их, да, то есть я запоминаю, вот у меня почему-то так вот, я запоминаю их по цветоносу. Вот орхидея цветет, 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 потом она отцвела, все, у нее стоят цветоносы, даже если они засыхают, но я по форме цветоносов и по высоте, и по всей вот этой вот внешнему виду понимаю и помню, что это за орхидея, какое название у этой орхидеи, да, то есть помню ее историю. После того, как орхидея вновь начинает, я ее пересадил и вновь начинает отращивать цветонос, я уже, естественно, цветонос старый обрезаю, а новый растет, меня радует, я запоминаю его, и потом, когда он отцветает, опять остается вот такой вот корягой, да, но я помню, что это за орхидеи. Ну, сейчас, конечно, я уже начинаю втыкать, орхидеи отцветают, я начинаю втыкать, потому что они у меня уже кочуют с одного места на другое, я их в видео снимаю, показываю, забываю ставить, и поэтому я начинаю их подписывать для того, чтобы знать, что это за орхидеи. Ну, а те, которые не подписаны, я им оставляю вот такие вот цветоносые. В общем, друзья, вот такое вот у меня сегодня получилось видео про уход за орхидеями, которые цветущие я покупаю взрослые в магазинах, в интернет-магазинах, в сетевых магазинах, и какой уход, если я их не дербаню сразу, не потрошу сразу, а оставляю их доцветать и до их следующей пересадки, до первого домашнего цветения. В общем, друзья, вот такое видео, всем, надеюсь, ответил на вопросы, а если есть еще какие-то вопросы, касаемые ухода, что-то я не озвучил, задавайте под этим видео в комментариях, я обязательно отвечу, ну, и, соответственно, делитесь своим мнением в комментариях, мне очень-очень приятно. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи, друзья, в следующем видео. Всем пока-пока в пересадке вот этих вот красоток.